Зураб Квачадзе Наш проект рассказывает об истории самых разных семей, потому что история каждой семьи – это маленькая частичка нашей всеобщей истории. Как далеко вглубь веков уходят ваши знания о ваших предках? Кем они были? В Грузии вы знаете, что очень почитают семейные традиции. Семья для каждого из нас – это самое святое. Семья – это как та опора, которая согревает сердце, свою любовь, свое понимание. Это как тыл и как крепость. Так меня воспитывали мои родители, и так я стараюсь воспитать своих детей. И вот так продолжается это поколение, весь покон веков по сегодняшний день. Конечно, это для всех может быть общее, но в Грузии может быть как-то по-особенному. Они подходят к этим ценностям и с самых ранних лет воспитывают молодых, приучивают их к тем большим задачам, которые уже на пороге создания семьи возлагаются на них. Может быть, и это дает им какой-то иммунитет для создания крепких семей, и в Грузии очень мало разводов. Вы выросли в большой семье? Сказал бы, что большой, потому что само окружение наших родственников создавало ауру очень большой семьи. Я очень хорошо помню, как в детстве, находясь у своей бабушки, в частном доме она жила на окраине Тбилиси. За огромным круглым столом, как собирались родственники, мои тети, племянницы и так далее, собирались и общались. Даже люди, которые проживали в разных городах Грузии, всегда находили время и приезжали к бабушке на торжества или просто так увидеться с ней. Ваша бабушка рассказывала вам свою историю? Что вы о ней знаете? Конечно. Когда я погружаюсь в своих воспоминаниях, я скажу, что моя бабушка, может быть, стерла для меня очень большую роль в моей жизни, потому что она по сей день для меня является примером честности и порядочности. Сама бабушка, она родилась в очень знатной семье, это с маминой долений. Мой прадедушка был очень знатным пареньеном, к тому же успешным претенователем в Грузии, до революции. Я помню, как бабушка мне рассказывала еще в детстве, как в доме, где они проживали, в старинной части города Пелеси, к тому подъезжала каждое утро карета, как белые гривые лошади топали, и как выходил отец моего прадедушки, выходил с величественным взглядом в белые чухи и с кинженом на пояс. Это, конечно, было до революции, и потом, уже после прихода большевиков, ему пришлось создать все свое состояние, и большевикам там уберечь и защитить свою семью. А сам он уехал жить в эмиграцию. Но след потерялся. Я даже помню в старинных фотографиях, там, где был отец моего поддедушки, вырезали часть фотографий Эльдиона, потому что это было уже 30-е годы, и они боялись, что на фотографии будет тот человек, который не угодит сельской власти, чтобы не попасть по трепестиям. Из того большого дома, то, что забрали к большевике, семье прадедушки оставили две комнаты. Я помню, это было огромное здание, огромное, ну, трехэтажный большой дом, старая часть Эрпилесии, и парадная была такая величественная, красивая. Там были исполнены прямо на стенах росписи, рисунки гузельских и французских художников. А бабушка рассказывала еще, что во дворе тогда у них играл фонтан, а рядом с фонтаном были павлины, даже вот такие детали. Ну, это, к сожалению, потом, в 90-х годах случился пожар, и дом полностью сгорел. Мой отец стал исследовать свой род. Отец создал как бы древо генеалогии, и он даже дошел до, кажется, девятой ступени своих предков. Мы обнаружили среди наших предков не только врачи, были врачи, был даже художник. Но даже одна ведь ушла глубоко в истории, скажем так, то с советской власти на западе Грузии, это регион такой Гурья называется, мой род как раз и от этого региона идет, там особенно популярным было выражение протеста против царизма путем избрания обрекства. То есть многие становились как бы разбойниками. То есть, скажем так, некий там грузинский Рубингуд. Скажем так, и вот один из моих предков был как раз даже в этой среде. Ну, конечно, у нас нет как бы таких доказательств, хотя очень интересно мне история этого человека. Прадед Иван Григочкори, он был очень известным врачом в Грузии, который даже получил орден Ленина в свое время, за свои заслуги. Я еще с своего детства помню, как он, то есть мой прадед, общался, обращался к своей жиле, так ласково. И даже вот всегда, на вы, любовь Иван Анна, вам подать чай. То есть я это настолько вот запомнил, что даже удивлялся. Неужели так обращаются пожилые люди своим женам? Оказывается, так можно это делать. И они создали очень-очень крепкую семью. Кстати, вот Грузии об этой семье очень многие знают и как-то даже приводят пример, как семья, которая пропитана только любовью. Они счастливо прожили браки больше 50 лет. Какие самые полезные и важные черты характера вы переняли от своих родителей, может быть, от дедов, прадедов? Я очень хорошо помню, мой отец, который часто ездил по разным странам, он общался со многими людьми. И он всегда с мамой вместе, они меня учили. Уметь слушать людей. И перед тем, как принимать какое-то решение, хорошо подумать, хорошо, значит, потом не извиняться. Вы знаете, вот в моем роде не было дипломатов, но это принцип, то, что они вложили во мне и внушили, это я еще помню с детских лет. И вот с того периода я стараюсь к этим принципам всегда прислушаться, даже когда мне трудно понять решение. Я стараюсь вспоминать то, что мне отец еще есть и говорил. Эти качества я стараюсь передать моим сыновьям, которые уже взрослые, которые уже становятся на новый путь в свое жизни, в свое развитие. Какими семейными реликвиями вы особенно дорожите? В Велике, там, где мы живем, у нас в главной комнате висит огромная фотография. Это старая фотография. Из этой фотографии, это старая такая рама, из глубины веков смотрят на нас мой прадед и сестра прадеда. Это фотография, снятая 10. И по 3-5 лет. А дед в униформе гимназиста. Это очень красивая фотография. Фотография, которая даже вошла в инциклопедию, фотографии с древности, которая создавалась в Грузии. Одним из самых дорогих реликвий является, чуть-чуть это современное, но все-таки. Это библия, которая была подарена мне, патриархам всей Грузии, Илья Второй, и которая сам в 95-м году это было, сам от руки на форзации написал, пусть Бог благословит семью Квачацы. Патриарх всей Грузии Илья Второй. Это для меня является одним из самых главных реликвий, которые я буду передавать своим сыновым, они еще своим-своим детям. Вы коллекционируете старинные монеты. Это интерес у вас спортивный, или вам просто хочется иметь то, чего нет у других? Первая монета, которая оказалась в моей коллекции, это была монета из ГДР, 10 феников. И с тех пор я уже стал собирать коллекцию. Уже продолжается больше 30 лет это хобби. Это даже не величие, это же не хобби, это даже не спортивное. И интерес это может быть даже как образ жизни, потому что притрагиваясь к каждой монете, каждая монета рассказывает об истории той или другой страны, об истории целой эпохи. И даже имея особый аромат старины, уже располагающий к этим монетам с особым уважением. Это, как многие со мной коллекционные согласятся, это как на всю жизнь. Если начали собирать, то это уже не может отойти. Поэтому у них, конечно, уже более 4 тысяч единиц и монет, и банкнут разных времен, разных стран. Особой цены монеты это эпохи царь Тамары, 12-13 век. Есть, конечно, и монеты еще и постарше. Все они имеют определенные значения и уважение в моей коллекции. Какие традиции семьи ваших родителей вы перенесли в семью свою? При воспитании детей мы всегда подчеркиваем, что у нас многовековая история. История, которая пишется на основании трех ценностей. Это любовь к родине, любовь к языку и к православной вере. Вот как раз все главные принципы, на что и основывается воспитание детей. Эти традиции, они переходят от одного к второму поколению и продолжаются по сей день. Наверное, потому и мы существуем по сей день. Многие империи исчезли, многие страны, которые будорожили весь мир в средние века. А Грузия по сей день существует. Это 2000 лет. Существует Грузия как страна. Письменность имеет 3000 лет и источник. Это из самых древних языков мира, которые входят в список тех читательных языков, которые являются самыми древними в мире. Вы вспоминаете те трогательные минуты, когда собирается за столом вся большая семья, а вот в чем особенность грузинского застолья, которая отличается, мне кажется, от всех других? На самом деле отличается, так как, вы знаете, грузинские застолья имеют каноны, которые меняются несколько веков. Вот консервантизм, главная отличательная черта может от других, потому что, ну, в наше понимание нельзя поднимать бокал и пить, не произнося, тост. Это как грех. И нельзя, чтобы человек один сидит, один пьет, чтобы почекаться с кем-то, поговорить, вообще, чтобы сказать тост. Это является обязательным требованием для каждого грузина. Но не бывает иначе. Если же оказалось так, что человек все-таки едет за столом, то он поднимает и восхваляет Бога, и потом уже выпивает вино. Например, в Гуре, регион, там, где мой род начинает начинать свои корни, всегда первый тост пьет за мир, и последний тост за мир. С миром встретились, с миром разочлись. Ну, конечно, само собой очень большой роль играет грамотность тамады. Тамада – это персона, не то, что как бы развлекает костей, а тамада – это человек, который строго ведет застолье, иерархия соблюдает произношение тостов, обязательно дает возможность всем поднимать свои тосты. Ну, в отличие от украинского понимания, она вердит, по-нашему, это продолжение тоста, то, что сказал тамада, только своими словами. Но смысл остается тем же. Так что не зря называют гражданское застолье как бы академию жилья, потому что рассказывается очень много историй. Говорят, ваша мама потрясающе готовит, а ваша жена научилась этому у нее. Мне кажется, секрет грузинской, кавказской, может быть, кухни не только в изумительных приправах, которые кто один раз попробовал, тот уже не забудет, а и в том, что она вот приправлена какой-то особой философией. Приправа – это, конечно, украшает, дает больше аромата, больше пряности тому или другому блюду, но самое главное – это, конечно, как и у всех других народов, это кладывать в свою душу приготовление довольно другого блюда. Моя мама замечательная. На самом деле она готовит. И моя супруга, когда стала моей супругой, это я, она, может быть, даже больше дипломат, чем я. Сразу же она стала учить те блюда, которые мама готовит, чтобы порадовать своего мужа и, конечно, мою маму, которая была бы счастлива, если ее знания получает, принимает невестка. Мне было всего 12 лет, а моей супруге, будущей супруге, вернее, ты была 10 лет, когда мы познакомились на даче моего крестного. Мой крестный, царство его невестное, спустя годы там ознакомство говорил, «Зураб, посмотри, какая воспитанная девушка, какая красивая девушка, люби его, помочь ей потом, даже на него и женишься». Я, конечно, это воспринимал как бы шуткой, тем более, что был еще, конечно, маленький по возрасту, даже не думал об этом. Но как-то, знаете, эти отношения, они настолько уже перешли. Есть дружба, любовь. Я знаю, что чувствую, что я ее воспитал под свой глад и потом уже снился. Для меня этот человек является, моя супруга, одним из, может быть, даже самым главным человеком в моей жизни, которая дает мне и силы для работы, которая всегда с любовью меня ждет каждый день с работой, возвращаясь домой, которая создала для меня все условия для комфорта, для свободы. Она воспитала двух замечательных сыновей. У вас подрастают два сына. Вы стараетесь им рассказать что-то об истории вашего рода? Они интересуются этой историей? Я уже 12 лет живу в Украине. Две лет работаю в эту замечательную страну. И когда я приезжаю в Грузию, вот я помню, когда мы собирались у бабушки, за тем столом, там собирались все родственники. Потом эту традицию продолжает и мой отец. Он тоже собирал своих родственников и старался, чтобы создавались какие-то праздники, чтобы побольше родственников собрать. Я тоже стараюсь. Вот когда мы едем в Грузию на каникулах, собрать их. В прошлом году тоже вот со многими познакомились. Старший муж уже 19, младший муж 17 лет. И оба очень хорошо, несмотря на то, что уже 12 лет живут вдали от своей родины, очень хорошо владеют своим родным языком, пишут, общаются и знают историю своего рода. От чего стараетесь их уберечь? Я, от того, как мы начали работать в Украине, я, кстати, сказал, вот те мудрые слова, которые написал великий грузинский писатель Чабуа, Амбиря Гиби, создатель знаменитой Тата Тудашки. Если перевести бы слова, звучит так, то каждый человек на своей родине представляет свою семью за пределами родины, он представляет свою страну. Я объяснил, что вы не хватает на то, что дети дипломата у вас пульте обязанности. Вы должны всегда быть посланниками своего народа, быть скромными, порядочными, честными, справедливыми. Я очень рад, что вот я смог их уберечь от того, чтобы они не зазнавались. Мудрость может быть самым главным составом в том, чтобы работать, жить, существовать так, чтобы не было стыдно смотреть кому-то в глазах. Я очень надеюсь, что грузины, которые живут в Украине, научат украинцев тому, чем владеют сами. Широте души, доброте, миролюбию, приветливости. Ну и украинцы тоже многому научат грузин. И тост за мир, да? С миром встретились и с миром разошлись. Дай Бог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова